20 минут о красивой жизни, интересных людях и важных событиях. Это Бьюти Тайм на 31. Всем здравствуйте. Спонсор программы «Профилактическая терапевтическая клиника Формула». Проект «Плюс сайз красоты» «Леди Мармелад» стартовал успешно. Не дня без прокачки мастер-классов, лекций, новых знаний и эмоций. Одна из встреч участниц конкурса посвящена персональному подбору ювелирных украшений. Показывали ювелирные изделия, новых коллекций, которые мы привезли с выставки, и девочки вдохновились, и я думаю, что влюбились в эти изделия. Они большие, они достойные, они такие тяжелые, они соответствуют моему возрасту, моей конституции, моей стоимости. Это не дешевые комплекты, но каждая среднестатистическая женщина, мужчина, они по карману. И они очень изысканные, очень, они не индивидуальные. Главное правило стиля «Бодипозитив» – важен не размер, а пропорция. А это значит, что в выборе украшений крупные девушки не должны мелочиться. Девушкам пышных форм лучше не носить мелкие изделия, но и изделия, которые не подходят по размеру, как кольца, так и браслеты, чтобы они не обтягивали пальчики и руки. В основном, конечно, ношу ювелирные изделия, взамен бижутерии, даже если это будет серебро, то все равно это ювелирные изделия. Ну, предпочитаю не очень яркие, заметные, но элегантные. Вообще я люблю, чтобы был полный комплект, то есть серьги, подвеска, браслет и кольцо. В одном стиле выполнены, ну, дополнительно несколько изделий из такого же драквитала. Если это золото, то золото, если серебро, то серебро. Бижутерию я не нашла. В основном это серьги, серебро. Телу приятнее, как-то серебро носить. Я не знаю, золото не найдем. Драгоценные металлы или авторская бижутерия, серебро или золото, нежный жемчуг или яркая бирюза. У каждой девушки свои предпочтения, однако все они сходятся в одном. Украшения обязательно должны быть стильными, создавать настроение и подчеркивать характер. Это Beauty Time, программа о том, что делает жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Финал проекта «Рожденное побеждать» получился по-настоящему интернациональным. Этот сезон вывел конкурс девушек с ограниченными возможностями на международный уровень. Выросли географические масштабы. То есть мы от федерального конкурса расширились до международного. Приехали у нас участницы из пяти стран. Издалека преодолели такое длинное географическое расстояние. И, конечно же, волнительно очень будет увидеть то, что они получили за неделю. Репетиции непрерывных труда мы увидим, наверное, то, что они продемонстрируют сейчас свои блестящие таланты. Я хочу представить свою страну на таком международном уровне мероприятия, такое большое. Я решила представить свою страну сейчас из достоинства. На Южном Урале конкурс подобного масштаба просто неповторим. И очень радостно, что девчонки могут участвовать не только в Челябинской области, но и в разных странах. Песни на родном языке, танцы в национальных костюмах, трогательные стихи и даже цирковые номера. В этот день для творчества и самовыражения не было никаких преград. Кто будет петь, кто танцевать, кто будет театральные номера показывать. Даже есть у нас цирковое искусство. Индивидуальный номер у меня будет песня, буду петь на казахском. Я буду представлять танец в стиле контемпрови. У нас номер испанский дуэт, эстрадная цирковая студия «Аквамарин». Мы танцуем и используем цирковые элементы в своем номере. Миллионы глаз смотрят на нас, делают на вене. И на нас мы надеем солнце защитный, но мы с тобой неожиданны. Тайны, запахи и привычки, лень, любовь и земная скукоты, жизни личной моей странички. Премьера сегодняшнего финального шоу – это презентация гимна проекта «Рожденная побеждатель». Называется «Рожденная женщиной». Я сочинила совместно стихотворение с участницей из Украины Еленой Добруйской. Музыка моя, стихи совместный аранжировщик Олег Ярушин, звукорежиссер Дмитрий Локтионов. И смонтировали с участницами из разных стран видеоклип на гимн проекта. Сегодня будет премьера. За неделю до финала во время подготовки у участниц не было ни одной свободной минуты. Съемки клипа, мастер-классы и бесконечные репетиции. Но именно это помогло сдружиться и стать по-настоящему близкими. Музыка я буду вспоминать больше всего девушек. Я здесь познакомилась со многими очень хорошими девушками, которые, наверное, мы будем дружить всю жизнь с этими девушками. Есть грустная радость. Не хотелось бы с ними прощаться. Некоторые из участниц очень много тепла дают нам прежде всего. Мы им даем, а они больше дают нам. Конечно же, прощаться будет грустно, но пока я об этом не думаю, все равно в любом случае со всеми участницами мы остаемся на связи. Мы никуда от них не уходим. Мы только прощаемся. И с днем рождения, со всеми праздниками мы друг друга поздравляем. Ну и о каких-то значимых моментах в их жизни узнаем тоже. У нас такая была насыщенная неделя. Мы так близко подружились со всеми. Очень жалко, но хочется уже домой. Я хотела бы пожелать девчонкам, которые бы хотели принять участие в подобных проектах, не бояться, сделать шаг и быть собой. Потому что когда ты неповторима, когда ты такая, какая ты есть, ты самая красивая, необычная. И мне кажется, это и трогает человека, который смотрит тебе в глаза. Конкурс «Рожденное побеждать» называют масштабным не только потому, что с каждым годом ширится его география, но и по той причине, что он стирает все мыслимые границы. Национальные и политические, физические и пространственные – этот проект о терпении и сострадании, о сильных и красивых людях, о любви к жизни. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Сейчас уже и не вспомнишь, кто первый придумал декорировать одежду различными надписями. То ли Вивьен Веству, то ли Джон Гальяна. До сегодня это не так уж важно. Главное, что принт успешно прижился в моде 21 века и сегодня встречается в самых разных сочетаниях. Буквенный принт с нами уже не один сезон. И это вариант, который остается актуален, может придать дерзости и свежести любому образу. Для женщин более ярких брюнеток, рыжих, у которых контрастные и выразительные яркие черты лица и глаза, следует выбирать контрастный принт. Для девушек русоволосых, более светлых, нюансных, менее контрастных, замечательно подойдет вот такой вариант. Принтованные вещи, в том числе вещи с надписями, мы сочетаем с вещами однотонными, простыми. Принт с принтом мы можем сочетать. Это сочетание для смелых женщин и девушек, которые не боятся привлечь к себе внимание. Здесь существует правило, что, если мы сочетаем два принта, один должен быть более активным, крупным по размеру, и лучше брать те принты, которые в одной цветовой палитре. Буквенный принт – это динамика, энергия, смелость и даже в каком-то смысле дерзость. И если есть необходимость придать образу эти черты, самое время выбирать такие дизайны. Макароны могут быть полезными. Макфа – исключительно из твердых сортов пшеницы. Сохраняет форму идеальной. Макфа – мой твердый выбор. Покупай полезные макароны. Самые актуальные модные тренды в вашем повседневном гардеробе. Магазин «Стрит Кутюх» на Сони Кривой 30 и Пушкина 65. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. На Кирово 159. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Премия «Мьюзик Стар Кидс» вот уже четвертый год подряд делает наш город центром притяжения для юных вокалистов и поклонников детского эстрадного творчества. Участники из России, Казахстана и Белоруссии, члены жюри из Москвы и Лос-Анджелеса. Всех объединила музыка на Челябинской земле. Мы делаем из Челябинска культурную музыкальную столицу. Стараемся прививать хороший вкус, красивую, качественную музыку. И мы единственный проект вообще в России, где все финалисты ходят по тимфо-джазовой оркестре. Я очень хотела сюда попасть, проехаться на лимузине, пройтись по красной дорожке. Это была моя мечта. Это, наверное, самое главное, к чему мы стремимся и что мы делаем за целый год. Мы всегда добавляем что-то новое. Вот четвертый раз наша премия проходит, и если кто знает, каждый раз у нас добавляется во всех областях что-то новое. Записи в студии, участие в конкурсах, разочарования и победы. У каждого из участников даже в столь юном возрасте за плечами своя музыкальная история. Я занимаюсь вокалом уже 9 лет. И я вообще сначала хотела пойти на танцы, но моя бабушка меня отдала на вокал. У меня не было какой-то задачи научиться петь. Я просто захотела попробовать, и мне понравилось. В детском саду заметили, что у меня хороший голос. И когда мне сказали, что мы переезжаем в Екатеринбург, мы первым делом записались в первую музыкальную школу. Мы проезжали мимо музыкальной школы. Я спросила у мамы, что это такое, мам. Мама сказала, это музыкальная школа. Я у нее спросила, что это такое. Она мне все рассказала, что там поют, что вот так вот это делать. И я захотела петь. Я сказала, мам, а можно мне туда ходить? И вот так начались наши занятия. Мы очень долго трудились. Мы отрабатывали все окончания. Дорабатывали звучание. Ну и все такое. Участники этого проекта и в творческом, и в техническом плане не уступают известным исполнителям. Именно поэтому судить этот конкурс чрезвычайно сложно. Каждого из вас сегодня будут оценивать по достоинству и заслуженно. Знаете, что у нас все очень-очень честно, и мы будем высказывать свое мнение через оценки с большой любовью и благодарностью. Спасибо, что вы здесь. Мы всех очень любим. Ждем вас и ваших песен. С каждым годом, мне кажется, конкурс повышает свое качество, качество исполнения, музыкальное наполнение. Поэтому будет сложнее. Я думаю, слез будет еще больше, и я думаю, у жюри. Потому что придется выбирать, кто же лучший. Никогда не хочется ребенка обидеть. И это такой тонкий момент, потому что в детском возрасте формируется отношение к музыке. И очень не хочется сломать какое-то волшебство, какой-то вот этот механизм детский. Поэтому я всегда оцениваю с точки зрения музыки. Настолько меня трогает именно пение с точки зрения энергии. Потому что технически можно достичь очень многого, но при этом не испытывать ощущений и не цеплять своего зрителя. Поэтому я оцениваю всегда с музыкальной точки зрения и с ощущения, что ребенок, что человек на сцене несет через свою музыку, через свое пение. Поэтому моя оценка всегда — это артистизм, это состояние. И это очень важен для меня именно тембр-голос. Насколько он раскрыт и насколько человек интересно себя воплощает через какую-то ту или иную песню. Важен образ, важна внешность. Вплоть до прически, до мейкапа, до каких-то малейших просто нюансов. Конечно. Артист, как только ты выходишь на сцену, у тебя нет выбора. Ты либо артист, либо нет. Все. Вот так. И это, кстати, мы тоже будем оценивать. Это очень важно. Это даже порой важнее, чем само пение. Когда ребенок выходит, через него транслируется мастерство и опыт педагога. И готовность педагога делать шаги к саморазвитию и давать эти повышенный уровень мастерства, передавать через ребенка. И в первую очередь учить детей думать. Думать во время песни. Ничего так не приближает к зрителю, артиста, как к мыслящему артисту. Потому что артист, прежде всего, история. Поэтому, конечно, когда совсем маленькие детки выходят, хочется, ну, просто насладиться, никаких оценок не хочется ставить. А повзрослее уже хочется, чтобы они думали. Потому что, если идет конкурентная борьба, то тут уже кто больше, кто лучше нанесет материал, тот, наверное, и будет в выигрыше. Участники церемонии представили зрителям не только золотые хиты поп-музыки, но и весьма оригинальные номера. Я буду исполнять английскую песню Берди. «Стрэндж Бёрдс», потому что она лирическая, потому что она очень красивая и подходит под мой темп. Сегодня я буду с коллективом исполнять песню «Армагеддон». Она о конце света и что нам нужно не допускать этого, что нужно беречь планету, чтобы не случился конец света. Мы будем исполнять песню «What the pressure». О чем эта песня? О том, что нужно расслабляться и получать удовольствие от того, как ты проводишь свое время. Не знаю почему, но мне больше нравится петь такое что-то среднее. Там, где есть, может быть, начало такое медленнее, плавное, но есть такой бридж. «Армагеддон» Этот конкурс не про победителей и проигравших. Он про терпение и упорство, поставленную цель и старание. Ведь только это позволяет по-настоящему раскрыть свой талант. «Армагеддон» 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 Особенный стиль и безупречное качество. Свой уникальный образ собери на сайте nsostyle.ru Уникальное украшение только из натуральных камней. Регулярное обновление ассортимента. Ювелирный бутик «Частная коллекция». Нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан. Билеты в театры Челябинска и Екатеринбурга. Да, и обратите внимание на картины. Они тоже продаются. Уютный шоппинг для всей семьи в самом центре города с парковкой. Торговая галерея «Аллея» на труда 166. Салоны мужской, женской и детской одежды. Гардероб деловой женщины от европейских и российских брендов. Клубные, коктейльные и кэжуал образы для стильных красоток. Полноразмерные коллекции для больших людей. А также джинсы, сумки, пижамы и купальники. А еще здесь знают секрет идеальной фигуры. Он в удачно подобранном корректирующем белье. Торговая галерея «Аллея». Наверняка вы уже здесь бывали. Это прямо над гипермаркетом «Спарк» на труда 166. Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем YouTube-канале, в Instagram, на Facebook и Вконтакте. Ищите по хэштегу beautytime, нижнее подчеркивание ТВ. А на этом выпуск завершен. До встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом. Я». Ателье «Модный дом» 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 Ателье «Модный дом»